всем привет сегодня мы будем знаю как опробовать новую бутербродницу от травола на эту бутербродницу я смотрела очень давно еще на алиэкспрессе ну всему виной черная пятница на озоне и я купила эту фигурина по-другому не могу сказать она предназначена для бутербродов ни разу еще не не делала потому что получила ее только позавчера вечером поздно сезона забрала делать ничего не делала то есть позиционируется она как прибор для изготовления гамбургеров высокосложных таких высокоэтажный путербродов можно из домашней булочки можно из хлеба из домашнего я сегодня буду делать с магазинной булочкой для сэндвичей не знаю тоже делаю первый раз поэтому не могу сказать что получится как получится ну раз уже купила надо испытать итак мы используем магазинную булочку для сэндвичей кладем ее в нижнюю часть прям по размеру подошла вот эта вот штука падает почему-то всегда как-то она не зафиксирована это использовать буду домашнюю ветчину которую делаю в тишкоме отрезаем пломочек кладем сюда как написано в инструкции так дело не знаю как на самом деле надо пока еще не делала еще раз говорю потом уже как приноровлюсь так будет видно так вот сюда мы кладем сюда мы будем разбивать яйцо как честно говорю выльется не выльется не знаю побрызгаю на всякий случай маслом не знаю что за поверхность покрытие вообще непонятно на амазоне кстати вот внешне совсем другое покрытие здесь типа вот керамики разбиваем яйцо в инструкции рекомендуют желток проколоть мы проходим проколола закроем крышечку она посильнее так ну в общем долго греет от сей приборчик но вот вроде яйцо сжарилась как бы так поджарилась теперь я вот так кладу сыр сюда кладу булочка закрываю это дело не обжечься отодвинула вот так придавливаем ладно сейчас посмотрим что хорошо что не с алиэкспресса заказывала так заказала так придавили короче не знаю что тут вышло а булочка пришпандурилась верхняя если мы теперь поднимем вот эту ага булочка уже горячая интересно сыр расплавился или нет ну чё нормально прикольно бутерброд горяченький хорошенький нормальный бутерброд нормальная игрушка честно говорю не знаю нужна ли такая приблуда наверное нет ну раз уж я ее купила то есть я буду ею делать вот такие бутерброды но я думаю что если взять хлеб домашний потоньше и ну как бы диаметр вот этот вот поменьше сделать то это будет с легкостью оттуда вылетать никите я делаю школу такие бутерброды постоянно поэтому утром вот он не придавливается он здесь вверху такой ну подсушенный а внутри чувствуется что мягонький вот такой вот сочненький сейчас мы на никите этот бутерброд испытаем всем пока пока до новых встреч мягонький мягонький